После холодного сентября наступил относительно теплый октябрь, но лето все же закончилось и не за горами морозная зима. Чего ждать жителям Казани от холодных месяцев и когда пойдет первый снег? Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишкобед заявил, что первый снег в Центральной России выпадет 19 октября. По его словам, в этот день начнется полярное вторжение в тыловой части Североатлантического циклона. В связи с этим температура в центральных регионах ночью понизится до нуля, а днем воздух прогреется до 3-8 градусов по Цельсию. Такой перепад температуры и станет причиной выпадения первого снега в отдельных районах Центральной России. При этом снежного покрова не будет, так как снег, скорее всего, будет таять прямо в воздухе. Сегодня в Казани не самая приятная погода. Разбушевался ветер, а температура воздуха снизилась до плюс 11 градусов по Цельсию. Означает ли это то, что в скором времени стоит ожидать выпадения первого снега? Возьмем для сравнения 2019 год. Тогда первый снег выпал уже 23 сентября. Но не стоит расстраиваться, ведь в этом году осадков ожидается больше, чем обычно. В октябре казанцы могут готовиться к температуре в плюс 4 градуса, в ноябре – к минус 2. При этом в центре города температуры всегда будут несколько выше. Первый снежный покров может появиться в период 27 октября по 1 ноября. Но этот снежный покров окажется, как всегда, недолговременным. Он просто-напросто растает, потому что по-настоящему у нас начинается все-таки переход к зиме. Это 19-22 ноября, когда температура в среднем сутки перейдет через минус 5 градусов. Предыдущей зимой татарстанцам пришлось померзнуть. Жители республики делились в соцсетях фототермометров с отметками за минус 40 градусов. А синоптики периодически предупреждали о гололедице и сильном ветре, метелях и тумане. Синоптики призвали не ждать формирования снежного покрова. Первый снег будет носить символический, локальный, скоротечный характер. В ночь на 20 октября ожидаются устойчивые заморозки, поэтому местами может быть гололед. Однако не стоит расценивать это как наступление метеорологической зимы. В любом случае следите за прогнозами погоды. Чтобы случайно не получить травмы или обморожение. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Александр Кузнецов, Универньюз.